Всем привет! Сегодня на обзорном столе комикс Бретта Мелтс и Ракза Моралеса Identity Crisis. Это юбилейное издание, выпущенное кажется в пятнадцатом году в десятой годовщине выхода комикса. Сам комикс выходил как лимитка, выпущенный с четвертого по пятый год. Вот такой рисунок. Художник серии Ракс Моралес на карандаше на туши Майкл Беер. Замечу, что зависит от того, кто делает тушь Ракза Моралеса, он довольно по-разному выглядит. Мне Ракс Моралес очень нравится. Он рисовал, помимо прочего, женщину Грегора Раки. Он рисовал Джесси Джеффа Джонса. Само собой не всю, конечно, но многие выпуски. Тут уже чисто вкусовая история, просто делюсь своим впечатлением. Мне кажется, что он очень так жирно, наверное, рисует, очень мощно и, ну, в плане драматизма подходит для этой истории идеально. Вступление от Джесси Уидна, учитывая тематику комиксов, это вдвойне или втройне иронично. Когда я об этом расскажу, вы поймете, что имею ввиду. Обложки Майкла Тернера, опять же, не последний элемент оформления данной книги, поскольку Майкл Тернер давно уже умер, его обложки многие комиксы украшают до сих пор, репринты, само собой, и это очень такой момент эмоционально для меня лишний раз приятный увидеть его творчество. Так вот, сам комикс. У этого комикса есть два контеста. Каждый раз, когда меня спрашивают, а меня вот сейчас спрашивают подписчики и знакомые, Макс, стоит ли там кто-то почитать, стоит ли это почитать? Я всегда пытаюсь развернуто ответить, поскольку, ну, для меня в супергеролике это отдельный жанр комиксов, и нельзя просто насколько кому-то что-то посоветовать, не понимая, что человек хочет от книжки получить и что он ожидает, в том числе и на эмоциональном уровне. Замечу, что несмотря на название Crysis, да, точнее слово Crysis, название, этот комикс не имеет никакого отношения к вот этим кризисом бесконечной земли, финальным кризисом, бесконечным кризисом и так далее. Это не кроссовер про мультивселенные, хотя это, да, это кроссовер, но на другую совершенно тему. Изначально комикс претендовал, извините, на такой статус хранителей, но в сеттинге истории DC. На самом деле это полная бредятина. Брэд Мелцер вообще, в принципе, по-моему, даже больше журналист и книжный автор, нежели, ну, комикс он вообще до кризиса точно не делал, это я помню отчетливо. И уже только с учетом этого, ну, это просто смешно, реально, с таким, как бы, подходом, да, так серьезно оценивать работу от человека, которого никто никогда в комиксах не видел. Это как бы раз. Во-вторых, в принципе, сама история очень много имеет нюансов, на мой взгляд, дешманских, плохих, но при этом как цельная история, как история, вот, если брать контекст автономности, да, ее как просто цельная работа, как драматургия какая-то, я считаю, что она очень хорошая, она очень крепкая, сильная, несмотря на, опять же, эксплуатацию, которую я сейчас поговорю, здесь есть что почитать. Во-вторых, в контексте я поговорю чуть позже. Начинается история, в общем-то, с разговоров про близких людей, про родителей, про любимых, про семьи, супергероев, как им иногда сложно приходится, показывают разговор Ральфа Дибни, Элангейтед Мэна, и, по-моему, Файбер зовут его напарницу здесь, в общем-то, на дежурстве, таком рядовом, о том, как он встретит свою жену. Параллельно, как раз-таки, на его жену совершается нападение, он, к сожалению, возвращаясь домой на ее сигнал о бедствии, слишком поздно, она лежит уже сожженная, мертвая, и рядом с ней лежит тест на беременность. Вот это, как раз-таки, моменты, которые я не поддерживаю в этом комиксе, они слишком вычурные для такого драматического эффекта, на мой взгляд, это просто банально безвкусно. Я бы сказал так, хранить ли бы себе такого не позволили, Лолна Мура. Далее ее хоронит, и, в общем-то, первый выпуск заканчивается таким клиффхенгером, и с еще одним таким минусом этого комикса, в принципе, как работа именно в рамках сеттинга вселенной DC. Здесь, в общем-то, собирается некая кучка персонажей в виде черноконалейки, Затаны, Хокмана, Зеленой Стрелы, и Ральфа Дибни, как раз-таки мужа покойной. И Ральф Дибни, вот, в общем-то, говорит, все мы знаем, кто это натворил, помогите мне найти доктора Лайта. И здесь, как раз-таки, проблема комикса, еще одна возникает, контекст, то есть вы должны здесь все-таки немножко знать персонажей, ну, хотя бы тех, кто в Лиге справедливости входит, некоторых злодеев, это не супер обязательно. Ну, когда я читал этот первый раз, я бы не знал, кто такой доктор Лайта, и у меня был такой вейт-вот, типа, ну, из серии, грубо говоря, зачем вы заканчиваете выпуск на какой-то, типа, кринжухи, да, про какого-то чела, по которому, ну, вот, я даже читая комиксы, ничего не знаю. Само собой, тогда я не так много читал, вот, и, тем не менее, ну, сейчас бы я, как бы так, не оконфузился. Доктор Лайт, в общем-то, является таким злодеем, врагом Титанов, наверное, в первую очередь, он, ну, просто лох, грубо говоря. И здесь сразу у читателей возникает вопрос, мол, а как вообще так, почему какой-то левый персонаж, ну, соответственно, на Википедии загугли, кто это, несложно, да, пойдем-ка читать дальше. Я так и сделал в свое время, 15 лет назад, читает комикс. Выясняется, что, в общем-то, Доктор Лайт изнасиловал Сью Дибни, когда та находилась в смотровой башне, вот этих вот, Watch Tower, как они ее называют, да, в своей базе на орбите. Ребята появились, соответственно, ее спасли, но уже, как бы, был акт совершен. В общем-то, это очень так вычурно, мрачно, и здесь получается как раз-таки такой двойственный, вот, в этом месте, на мой взгляд, комикс раздваивается на две аудитории. На аудиторию, которая хочет просто Dark and Greedy комикс, сделанный в духе Майка Грэлла, Алла Мура, 80-х годов, мрачная, чернуха, насилие, реализм, и людей, которые, собственно, знают, кто такие Ральф Дибни, кто такая Сью Дибни, которые видели их появление в комиксах Starman, как позже читал я, которые читали Гэри Конвей, Лигу Справедливости, которые читали Киты Гиффина, Лигу Справедливости, которые знают, что это пара веселых, жизнеразных детективов, чуть ли не самые интересные и веселые, добрые персонажи, позитивные в рамках вселенной DC, которую здесь буквально, причем не образно и не метафорически изнасиловали. Поэтому здесь, понимаете, возникает такой контекст, как бы тот же самый контекст я испытывал в попытке Тома Кинга похайпить уже на этом комиксе, который изначально был сделан ради хайпа на хайпе, издав Кризис Героев, или Героев Кризиса, по-моему, называется на русском, где Воли Вест там всех перекосил в дурки, в общем-то для супергероев, если уж упрощать. Опять, отвратительный комикс, я считаю, и к отношению к Воли Весту, и как история прописана, ну, бездарно для современных, учитывая, как Том Кинг умеет иногда делать все-таки комиксы неплохие, если нехорошие, это, я считаю, полным отстоем. Вот, опять же, никому не обидно, кому комикс понравился, но вот, прочитав очень много комиксов, прочитав очень много комиксов Кинга, супергероев, прочитав процентов 80 комиксов про Воли Веста, я могу сказать, что Кризис, или там Героев Кризиса, говно. Опять же, прошу прощения у всех, кому он нравится, но это мое мнение, и я не буду его ни для кого замусоливать и замыливать. В общем-то, выясняется, что этот самый Доктор Лайт, почему он таким придурочным был, и Воли как раз об этом здесь вопрошает, Флэш, потому что Лига Справедливости в лице вот этих вот бравых ребят нескольких промыли ему мозги, устроив магическую лоботомию. Само собой, на этом история не заканчивается, и выясняется позже, что ни один он был спромытым мозгами, более того, они еще и одному из своих, причем таких больших, скажем так, пушек, можно даже назвать, тоже промыли мозги. Это таким ключевым потом становится развитием развала Лиги Справедливости, событий, которые привели к Infinite Crisis, который Джер Джонс писал, позже, собственно, их Final Crisis постепенно, они, ну, по сути, вывели это все, раздробив Лигу и, ну, разругав их между собой изначально. Паралей идут развитие сюжетов отца Тима Дрейка, он тоже погибает в этом комиксе, как и Капитан Бомеранг, они друг друга общество убивают. Это, в принципе, не хэви-спойлеры, как бы, ну, наверное, спойлеры, да, истории, но хэви-спойлеры будут дальше. Поэтому, в принципе, читать, точнее, смотреть, извините, далее, вот я вам не рекомендую, если вы хотите получить какое-то удовлетворение от истории, как от детектива. Далее идут, опять же, хэви-спойлеры на свой страх и риск, смотрите, ребята. В общем и целом, короче, в рамках истории выясняется, что все эти подгоны с подставкой, подставой Капитана Бомеранга, с рассылкой записок Лоис Лейн, с рассылкой записок отцу Тима Дрейка, не забыл, кого зовут, по-моему, Джек Дрейк, все это была подстава, и все это сделала пам-пам-пам бывшая жена Рея Палмера, которой Атом. Она случайно проговаривается про записки, про которые никто, кроме там Бэтмена и пары легионеров, не знал, что не было в газетах. Выясняет, что это она нашла костюмы Атома, пыталась уменьшить, пыталась напугать Сью Дибни, но случайно увеличилась рядом с ее ухом, и ее травмировала. Дабы, в общем, в панике, замазав все свои косяки, она ее сожгла, одну из своих лучших подруг, потом пыталась поставить покушение на себя, подставила капитана Думыранга и отца Тима Дрейка, в общем-то, ее дальше понесло, и Рей, понимая, что она обезумела, сажает ее в арку, и потом уменьшается от боли эмоционально такого размера, что просто исчезает. Позже это все развивает в других комиксах, само собой он вернется. Но я должен сказать, что как история цельная, да, вот в рамках именно драмы, дектива того, что Лига натворила, а промыли мозги они само собой Бэтмену, те, кто читал кризис на этот Джонса, в принципе, это и так, наверное, уже знают. Все вот эти затравки, которые здесь делаются, они одновременно хороши и плохи. Плохи они тем, что, по сути, этот комикс некоторыми финальными событиями, в частности, вот этим твистом с Бэтменом, он порождает такое желание что-то прочитать дальше, как бы, по сути, это комикс не автономный, это обычный ивент, если, ну, об этом говорить так. Его последствия вытекают и в комикс The Flash, и в комикс Бэтмен, и в комикс JLA, ну, и тогда и тому подобное. И, по сути, я повторюсь, это катализатор для событий Infinite Crisis и всех его вытекающих. Это минус комиксы, поскольку какие-то могут быть хранители вообще, да, по мощи, по силе, если это просто очередной ивент. Даже Doom's The Clock, который писал Джефф Джонс много лет спустя, намного больше хранителей, чем вот это, поскольку он как раз-таки и автономен, и точно так же служит рекламой просто того, что издатель может делать дальше, а может не делать. Поэтому с этой точки зрения до хранителей всем этим комиксам как до луны, просто как концепции и тупо по формату. Другой вопрос, что цельности детективной, цельности вот такого прям максимально, не знаю, хрустящего напряжения, он не убирает. То есть Брэд Меллзер действительно писал очень крутую с точки зрения драматургию работы. Да, она много чего эксплуатирует, секс-плуатирует, да, если угодно. Но это же самое делали Алан Мур, это же самое делали Майк Грелл, куча авторов 80-х, что просто как бы хайпит на каких-то типа реалистичных и мрачных историй. Просто эта история была написана не в то время, когда должна была быть написана. Вот и вся ее вина и проблема, как я это вижу. Опять же, вычитывая каких-то нюансов, про которые я уже говорил, вроде беременности, силы и прочего, просто явные эмоциональные переборы ради кринжа. И опять же, второй контекст про Сью Дипни, который я говорил, этот комикс на 50% для меня просто омерзительный, поскольку я теперь знаю эти персонажи, читал после этого же комикса о них прошлые, понимаю, что это просто как нассать в душу фанатов этих персонажей. Поэтому здесь очень смешанные эмоции, наверное, самые смешанные на эмоции комикс DC вообще на моей памяти, мне кажется, больше такого не было, чтобы мне комикс нравился, как форма, но при этом меня вымораживал как какое-то интерконтекстуальное произведение в рамках вот канона и других событий DC. Поэтому мнение о комиксе я вам предлагаю вынести самим. Стоит ли его читать? Если вам интересен DC нулевых, вся эта эпоха в районе там 7-10, ну, скорее, 10 лет, да, все эти кризисы и прочее, то это обязательно чтиво, к сожалению или к счастью, поскольку здесь происходит очень много важных событий и они очень круто, мощно, драматично, хоть и скринжем написаны. На этом, наверное, все. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч.